Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 583, События дня, 1 Коринфянам 9.22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. За 18 июля 2017 года. Рустам пишет. Много что до этого писал, по мощам собирал, там упрекал. А потом пишет. Все равно, Игнатий Тихонович, очень вам благодарен за ваши добрые проповеди и полезные советы. Буду изучать дальше Библию, предания и соборы. Предания, главное. Игнатий Тихонович, вы меня извините за то, что я тут вам пурги понаписал. Так как не ведал, что пишу. А сейчас все вопросы, волнующие меня ранее, я разобрал поглубже, благодаря вашим трудам и информации в интернете. Но за мощи еще не до конца все ясно. Ну и по мощам пургу. Действительно, гонят только пургу. Ничего не знают. В прах ты и в прах возвратишься. Это никто не отменял. Никто. В прах ты и в прах возвратишься. Все здесь сказано. Никакого нетления нет. Придумали нетления. Как нетления, когда в прах превратишься? Нетления правильно в Греции смотрят. Как ненормальное явление. Что-то там, сбой какой-то случился. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Выпал из связи, потому что я нахожусь не в городе. Интернет еле-еле какой с телефона. Даже ролики ваши не могу уже две недели посмотреть. Увы. Увы то, что пока никак не осуществляется план, задуманный по приезду в Потеряевку. И тут несколько причин. И нет моего одного желания зависимы. Однако еще надеюсь. Но, как бы то ни было, я неизменно крепко связан с вами и вашей общиной духовной. Со мной ваши книги, проповеди и, конечно, ежедневная молитва. Совесть грызет. Брось все, доезжай. Но хочется, прежде всего, семью погрузить в ваш заповедник православной жизни, хоть и ненадолго. Впрочем, на все воле Божье. И важно, вижу, не избавлять духовные обороты здесь и сейчас. Накопилось то, что хотелось бы спросить. Но пока такой интернет, даже и пытаться не буду. Поищу в книгах ваших поклон Потеряевской общине, да хранит вас Госхристос. Вот немножко пояснение дать. Вот выпал из связи. А вот я уезжаю с собой, забираю компьютер, процессор большой. Все, я везу с собой каждый год. Вот у меня здесь все данные. Что это за телефон? Я с телефона вообще не знаю, как и можно ли. Ролики не могу видеть. Какой ущерб-то вы терпите? План по приезду. Не знаю. Вот думал, Демченко прилегает. Украинец работает в Италии на крещение. Из Италии уже здесь принял крещение. Были у нас из Германии и дальше задумано. Но все остальное надо взвесить. На столь ли оно важно. В прошлом году, позапрошлом. Мы стареем и умираем. Встречи может и не быть. Решено. И все. Поехал. Ну, книги, да. Все. Совесть-то грызет, бросит. А так и совесть бы не грызла. Вот. Семью забрал, привез. Побыли бы здесь. У нас из Канады прилетели. Четверо. 17 почти часов были. Сколько в воздухе только были. Первая пересадка, кажется, в Нью-Йорке или Вашингтоне. Потом в Москве, а потом в Варнауле. Вот пример вам, Королева из Канады. Вот так. Духовные обороты не сбавлять. Ну, вот остальное-то мы принимаем. И что такое прочее. Ну, показать нужно. Что делаем? События дня. Целыми днями находимся на втором мостике сейчас. Потому что дождались. Привезли в воскресенье на платформе бульдозер. Вот уже мы два дня. Первый мостик как-нибудь трудно сделали. Не хватило камня. Надо об этом подумать. И пока тут есть возможность такая. Умять это дело. Машины две бы камни привезли. Вообще-то здорово было бы. Чтобы не промыло. На втором мостике поднимаем платину. В некотором месте даже до метра доходит. Много очень земли нужно. И бульдозериста дали такое. Сразу график изменил у нас жизнь. Потому что мы ему подчиняемся. Те начинали обедать. Заттракать в семь. Бывает вот так. А этот в шесть назначил. Ну и время окончания какое там. Поскольку мы правда тут раньше начали. А в те годы как-то попозже у нас получалось. С техникой, с бульдозером. А этот сколько светло, столько и будут. То есть до девяти. Но вчера заправки не было. Сейчас сорок. Две грозы. Потом он приводил порядок. Там лишний груз с нее сбрасывал. И больше часа у него ушло на это. Вот так. Ни на что это высчитывается. А первый день он 14 часов 15 минут потратил. Чистого времени на труды. Ну умножают на полторы тысячи за час я плачу. А то для нас ой как накладно. Но надо делать. И весь день там провожу. За час до двух часов. Два часа обед. Никита был с нами, с Володей. Он на велосипеде едет в деревню. Отдельно Люба Минаева готовит. Для бульдозериста. А нам готовят здесь. Сестры Мария Королева из Канады. И Сергеева Марина. Это все берет и привозит. Я тоже там обедаю. И не вижу ничего. Утром быстро-быстро заскочил голубям. Дал корм и дальше бежать. У меня тут кошки, собака покормить надо. Ответы в интернете. И все успевать надо сделать. Ну теперь там налажено. Я могу одного его-то оттолкнуть и сам маленько остаться здесь. Притормозить. Вот так. Все записываем ролики. Будут выставлены и увидите как. А вечером еще прийти. Тут кошка заболела. Лечить надо собираемся. Непонятно, что ее покусал. Кто или что. И никакое лекарство не помогает. Так делаем как. Я знаю, что лечебный, очень целительный язык собак. Намазываем это у кошки там все. Хвост сзади сметаной, а шарик вылизывает. И у нее с первого дня заодно. Сколько лекарства потратили, тут привозили. Я-то ни копейки не тратил. И у нее только хуже.